Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы читаем книгу «Премудрости Иисуса Сына Сирахова», 37-я глава. «Всякий друг может сказать, и я подружился с ним, но бывает друг по имени только другом». Очень актуальная фраза для современных людей, то и дело дружащихся друг с другом, входящих в список друзей в тех или иных социальных сетях, на своих личных и общественных страницах. Но как условно это наименование? Может ли именоваться другом тот, кто не испытан, тот, кто не преодолел с тобой достаточных трудов и дорог? Таковы бывают только по имени друг. Не есть ли это скорбь до смерти, когда приятель и друг обращаются во врага? А что это значит? Значит, он никогда и не был другом. Об этом говорит Иоанн Богослов, святой апостол и евангелист. Не все те, кто с нами, наши. А как мы это узнали? Из того, что некоторые, кто прежде были с нами, вышли от нас. Таким образом, трудно даже пророку и столь проницательному апостолу было определить, кто подлинно друг, а кто враг, до тех пор, пока не обнаружилось это через отступничество. О злая мысль! Откуда вторглась ты, чтобы покрыть землю коварством? Приятель радуется при веселье друга, а во время скорби его будет против него. Здесь речь о удивительном лукавстве, свойственном людям, не имеющим в себе благонадежной опоры. Они склонны к предательству. Они бывают, по видимости, при благополучии очень даже близки и расположены к тебе, но едва покачнется опора жизни твоей. Они окажутся среди врагов, злорадствующих о твоем падении. Приятель помогает другу в трудах его ради чрева, а в случае войны возьмется защит. И так тот, для кого Бог чрева, да не именуется твоим другом, ибо он есть приятель временный. Его собственное чрево скомандует ему вооружиться против тебя тогда, когда это будет чреву выгодно. «Не забывай друга в душе твоей, и не забывай его в имении твоем». То есть память молитвенная о близких и верных людях есть великое благо. И уделение благ от имения своего также есть дело поддержания дружбы. Не потому, будто это было бы главным в этих отношениях, но потому, что в материальных услугах ближнему является наша любовь, наше жертвенное служение ближнему. «Всякий советник хвалит свой совет, но иной советует в свою пользу». Как говорили раньше, у нас страна советов. Все друг другу советуют, не являясь специалистами в том вопросе, который берутся освещать. И помнить об этом надо, ибо таково свойство гордости человеческой. А много ли мы знаем вокруг себя людей подлинно смиренных, имеющих о себе скромное мнение, а людям гордым свойственно советовать, обманываясь самому и обманывая того, к кому обращен совет. От советника охраняй душу твою и наперед узнай, что ему нужно, ибо, может быть, он будет советовать для самого себя, ища выгоды своей, а не того, кому берется советовать. Может быть, он бросит на тебя жребий и скажет тебе, путь твой хорош, а сам станет напротив тебя, чтобы посмотреть, что случится с тобою, какое коварство, какая опасность. Не советуйся с недоброжелателем твоим, и от завистников твоих скрывай намерения. Не будь слишком простодушен и доверчив, не будь откровенен о собственных планах с теми, кто только, по видимости, остается с тобой приятелями, а сам, получив нечто из информации о твоих собственных намерениях, не на пользу их, но во вред им будет действовать. Но в этом неразумном слушании советов бывает вина и самого слушателя. Нельзя, например, советоваться с женой о сопернице ее, не советуйся с женой о сопернице ее, и с боязливым о войне, с продавцом о мене, с покупщиком о продаже, с завистливым о благодарности, с немилосердным о благотворительности, с ленивым о всяком деле, с годовым наемником об окончании работы, с ленивым рабом о большой работе. Другими словами, вглядывайся, какие ценности присущи человеку, ибо в его совете, в его обращении к тебе явно или тайно всегда будет преобладать тот интерес, который присущ человеку. Поэтому из советчиков найди себе того, для кого главной ценностью является исполнять волю Божью и хранить в сердце своем страх его. Не полагайся на таких ни при каком совещании, но обращайся всегда только с мужем благочестивым, о котором узнаешь, что он соблюдает заповеди Господни, который своею душою по душе тебе и в случае падения твоего поскорбит вместе с тобою. Для него приобретение то, что и для тебя приобретение, а потеря то, что и для тебя потеря. Но как немного тех людей, с которыми нас объединяет единство ценностей. И семьи, собранные, сложенные по этому закону, единство духовных вкусов, единство земных и небесных целей, только и являются по-настоящему крепкими. И дружба, дружба подлинная, и единство ради исполнения любого другого дела будет плодотворно. «Держись совета сердца твоего, ибо нет никого для тебя вернее его. Стремись очистить сердце свое и к нему прислушивайся». Вот наилучший камертон. Душа человека иногда более скажет, нежели семь наблюдателей, сидящих на высоком месте для наблюдения. Почему? Да потому что к чуткому сердцу сама благодать Божия, приступая, помогает быть разборчивым, сообщает некоторый вкус, особая проницательность. «Но при всем этом молись Всевышнему, чтобы Он управил путь твой в истине». Вот картина, которую живописует наставник выбора жизненного пути. Это состояние молитвенное, это состояние трезвения, это состояние сердечной чистоты, это состояние большой осторожности в отношениях с внешними людьми, это доверие очень немногим, признак которых благочестие, и это решимость исполнять волю Божью. Начало всякого дела – размышления, и прежде всякого действия – совет. Выражение сердечного изменения – лицо. Четыре состояния выражаются на нем – добро и зло, жизнь и смерть, а господствует всегда язык. Называет четыре определения, а на самом деле одно – либо человек действует по воле Божьей, и просвещается жизнь его, и лицо его светло, либо путь его обращается во мрак, и злобой отмечается его внутреннее состояние, отражаемое на лице, и путь его ведет к смерти. Интересно, что господствующим на лице называет премудрый наставник язык, ибо ему свойственно проявлять особую активность. Глаза безмолвно смотрят, нос обоняет, уши слышат, но язык либо прекраса неправды и сжигает все вокруг себя злобой, ненавистью и лукавством, либо призывает благословения и просвещает тех, кто слышит его внушение. Иной человек искусен и многих учит, а для своей души бесполезен. Иной ухищряется в речах, а бывает ненавистен. Такой останется без всякого пропитания. Есть такое определение у святых отцов. Он ниже своего красноречия. Говоря исправно, как призывали самих себя к сокрушению сердечному, преподобный Ефрем Сирин писал о себе, как возьмешься о чем-либо писать, ты как распекаешь, как разойдешься, а сам-то каков. Эти слова, переводя для русского читателя, святиль Феофан Затворник, и к себе прикладывал. Так пускай никого не обольщает исправность собственных речей и проповедь, и слово правды, которые происходят из него, но воистину полезен своей душе только тот, кто и в делах своих стремится следовать за словами истины. Ибо не дана ему от Господа благодать, и он лишен всякой мудрости. Иной мудр для души своей, и плоды знания на устах его верны. Мудрый муж поучает народ свой, и плоды знания его верны. Мудрый муж будет изобиловать благословением, и все видящие его будут называть его блаженным. Это образ святого, который и в жизни совершен, и по сердцу чист, и в словах силой Божией исполнен, потому и будет народ величать его блаженным. Жизнь человека определяется числом дней, а дни Израиля бесчисленны. Мудрый приобретет доверие у своего народа, и имя его будет жить вовек. Мудрый не уединяется, не отчуждает себя от народа, а становится отражением света Божьего для народа своего. Он и есть главный благодетель народный, тот блаженный, который ради близких своих так преобразовал свое греховное естество, что оно уже не смрад греха и не действие страстей обнаруживает, но свет Бога Вышнего, потому являются святые народа каждого солнцами и подлинными путеводными звездами для народа. Без праведника город не стоит. И если и есть самое большое сокровище у каждого народа, это те святые мужи, которые просияли в нем. «Сын мой, в продолжение жизни испытывай твою душу и наблюдай, что для нее вредно, и не давай ей того». Так душа наша подопечная, наше внутреннее око, внимание, должно быть устремлено на ее пользу и вред. И воля человеческая призвана решать, что подать душе своей, от чего уберечь ее. «Ибо не все полезно для всех, и не всякая душа ко всему расположена. Не присыщайся всякой сластью и не бросайся на разные снеди, ибо от многоедения бывает болезнь, и присыщение доводит до холеры. От присыщения многие умерли, а воздержанный прибавит себе жизни». Только один из примеров приводит наставник, указывая нам меру в пище. Но это же касается и всех сторон жизни. Все то, что не в меру, все то, что приносит в душу и в тело разорение и соблазн, что возжигает страсти, вместо того, чтобы принести пользу, употребляемое в меру, и по закону, и по уставу, все то, что неполезно, употребляемое безрассудно, непременно приведет к смерти. От присыщения многие умерли. И речь здесь не только о смерти, которой не минует никто, но о смерти духовной, приходящей еще прежде смерти телесной, но распространяющейся и на дальнейшее бытие человека и именуется уже смертью второй. А воздержанный прибавит себе жизни, и не только дней земной жизни своей, но и определит для себя место в жизни вечной. Субтитры создавал DimaTorzok